Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И до нового года осталось всего немножко, 9 дней. Поэтому, если вы до сих пор в поиске новогоднего подарка, то я вам сейчас дам несколько советов. Надеюсь, они вам пригодятся. Вы знаете, что же подарить семейной паре, либо вашим родителям. Я бы посоветовала тут несколько вариантов. Первое. Хороший чайный сервис, либо хорошее постельное белье. И то, и то всегда актуально, так как чашки у нас часто бьются, а постельное белье изнашивается. Я думаю, это всегда нужная вещь, которая пригодится в хозяйстве. И также, девчонки, есть еще два варианта. Например, если ваши родители, либо вот эта семейная пара, они редко где бывают, и все время замешаны в этой серой будничной суете, почти никуда не выходят из дома, то такой оригинальный подарок вам предложила бы купить им два билета, например, на концерт, либо в театр. Ходили и развеялись. Мне кажется, тоже очень будет здорово. Но если вы решили не заморачиваться, подарить деньги, то, я думаю, не стоит их ложить просто в подарочный конверт, а, наверное, сделать это оригинальным способом и довольно-таки праздничным. Возьмите обычный воздушный шарик, сверните в трубочку вашу купюру, там сколько вы хотите подарить, кидаете в этот шарик, также туда еще кидаете конфетти, различные блески, чтобы это красиво сверкало, надуваете шар, завязываете его и дарите. Девчонки, вот правда, очень оригинально и как-то необычно будет. Если вы не знаете, что подарить лучшей подруге, маме, сестре или вот очень-очень близкой родственнице, то я вам посоветую тоже несколько таких практичных подарков, пусть они будут и не оригинальные, но все же. Вот, например, такую кружку. Мне дарила моя подруга где-то года два назад, тоже на Новый год. И вот, правда, девчонки, я до сих пор с нее пью и всегда ее вспоминаю. Почему? Вроде бы обычная темная кружка, да? Но когда я туда каждый раз наливаю горячий чай, а я его очень-очень люблю, то она начинает просветляться, и здесь все открывается, наша с ней общая фотография. Здесь написано, желаю, например, удачи, радости, веселья, счастья, денег. В общем, все-все-все перечислено, и всегда поднимает такая кружка настроения. Также, я думаю, что очень-очень будет мило и уютно подарить какие-то теплые вещи. Например, вот такие вот милые носочки. Это очень теплые и уютные. Также, я думаю, каждая девушка обрадуется вот такому вот теплому-теплому, приятному вязаному шарфу. Он согреет любые холода, и, правда, всегда будет напоминать о вас. Поверьте, девчонки, это, правда, не банальный подарок, и мне кажется, любому человеку понравится любой, будь в расцветке, этот шарф, потому что под разные различные наряды зимой очень много выбор, большой, и в то же время расцветок в магазине H&M. Вот я там его именно иду. Хорошим и нужным подарком будут любимые духи. Ну и пусть того человека, кому вы дарите, они уже есть, именно такие же лишними, и когда не будет еще вторая упаковка, если их особенно тот человек очень любит. Вот я была бы рада, если бы мне, например, еще одну упаковку подарили, и нисколько бы об этом не пожалела. Хочу посоветовать оригинальный подарок для любимой подруги. Подарите ей фотосессию. Если она любит фотографироваться, я думаю, ей очень понравится эта идея, потому что всегда мы сами как-то особо не находим время на то, чтобы выбраться на такие мероприятия. А тут и для себя ей будет приятно, и в то же время фотографии останутся на память. И все супер. Включите туда и визажиста, и парикмахера. Я думаю, она останется очень-очень доволен. Мужа, конечно, вы сами подбираете подарки, вы должны знать, что он любит. Но так, из таких банальных довольно, наверное, это кожаный ремень, хороший парфюм, который он любит. Или, например, сделать своими руками коллаж из ваших фотографий. Вот правда, это будет очень-очень, думаю, приятно, памятно и даже романтично. Каждый ребенок порадуется вот такому большому киндер-сюрпризу и какой-нибудь интересной логической игре. Девчонки разные для любых возрастов. Это, например, для малыша. Моему Илюше 4,5 года. И, например, ему очень нравятся такие игры, сидеть, заниматься, рассуждать, угадывать. Даже больше, чем, например, какие-то стрелялки. Конечно, это зависит от ребенка. Но я думаю, даже взрослый будет рад таким играм. И даже с семейной парой вы пойдете, можете подарить что-то подобное. Потому что различные вот такие вот лото красиво оформленные. То есть это на какой-то праздник может собраться, поиграть. Мне кажется, это здорово. Также, если вы не знаете, что подарить вашим коллегам по работе и сослуживцам, то я бы посоветовала, например, подарить хороший блокнот. Ну, вот этот, например, более женский, но для девушки будет очень приятно такой получить. Это мягкая обложка. Покупала я его в аксессорах. Также есть еще один очень хороший подарок, который я вам могу посоветовать. Просто напеките дома красивое какое-нибудь печенье. Упакуйте его в упаковочке. Завяжите это все. И приложите, например, пачку хорошего чая. И подарите своим коллегам по работе. И мне кажется, девчонки, что это очень сильно расположит вас. Фирма, которая занимается новогодними украшениями, предлагает такую услугу. Роспись на новогодних шарах. И поэтому вы тоже, в принципе, можете заказать такой оригинальный подарок, например, для коллеги. Написать, например, ее имя. Марина-королева новогодний научили. Вася 2015. Я думаю, что всегда такой шар будет приятно получить любому. Очень оригинально. И повесит, я думаю, этот человек на елку или где-то дома. И будет напоминать о вас. Девчонки, вот такие у меня были небольшие советы. Надеюсь, кому-то я помогла. Может быть, кто-то еще до сих пор в выборе. Обязательно поставьте пальчик вверх. Поддержите меня. Спасибо вам огромное всем за просмотр. Увидимся в следующих видео. И всем пока!